На сегодняшний мабл выконками оберковали два пытания, какие не связаны помеж собой или имеют однолького важное значение для региона. Подрыхтолка до наступного осенне-зимового периода и повышение эффективности использования государственной майомости. Загученной информацией знакомились наши корреспонденты. В 90-х годах минулого 100-го года в этом доме по улице Быховской плановалось разместить буйный реабилитационный центр. Сейчас об этом памятное далеко не каждый гамильчанин. Збудование спробовали неодноразово продать, але поколь нового постоянного господара оно так и не знайшло. На посаджение был выконкам, а в таких объектах сегодня узгадали знов. Наприконце минулого года на Гомельчане провели еще один мониторный державный майомости, якая не выкористовывается. У складенном списке оказалось крыху больше, как полторы тысячи будинков. По стану на початок мая, коля 350 из них утягнули в господарчий оборот те, что находились в аварийном стане. По выниках первого квартала по этому показку Гомельчана заняла первое место в сирот областях краины, а Леня Гледышина таки поспех – работу выращено активизовать. До 1 июля текущего года нам необходимо вовлечь либо снести за исключением продажи почти 250 объектов. Кроме того, более 200 объектов на сегодняшний день выставлены на торге. И здесь необходимо проводить в первую очередь активную рекламную кампанию и оперативно принимать решение о понижении начальной цены продажи. Самая пильная увага с боку органов УЛАД и до подрихтовки до наступного оцепляльного сезона. Вовле планы на этот год суперравнальные с леташними. Але это не значит, что их реализация будет легкой. Тем более, что задача конкретная. Серьезных аварий в зимовый период быть не должна. Минулой зимой, до речи, ее выполнили поспехово. Все работы должны быть завершены до 1 вересня. В целом, идет работа по 45 направлениям, охватывающие теплоснабжение, это сети, котельные, водоснабжение, канализация, жилищный фонд в своем разрезе, это ремонт кровель, ремонт стыковых панелей, ну, как основные мероприятия, подготовка инженерных коммуникаций дома и так далее и тому подобное. В целом, это 45 различных направлений, которые необходимо выполнить для получения паспортовой готовности. Олег Сентюров, Евгения Кухаронак, Валерия Гопанько, телерадио-компания «Гомель».